Итак, глубоко неупругое растение А она что, не включена? Ну, я включил запись на камеру А, хорошо Вы эту хотите? А я не знаю Так, интересно Ха-ха Запросите разрешение на запись у организатора Вот так вот Это зумовская запись Или мы можем, конечно, все выйти и войти снова Но у нас запись идет, поэтому давайте продолжим Вот, значит, электрон излучает фотон Рассеивается, улетает Этот фотон взаимодействует с неким куском, ну, так сказать Протона Значит, мы будем рассматривать такие случаи Когда у нас ку-квадрат, инвариант вот этого фотона очень велик Соответственно, характерное разрешение порядка единицы на ку-квадрат имеет вот этот вот фотон И мы будем говорить, что, ну, вот ку-квадрат у нас много больше, скажем, там Ку-квадрата массы протона Протонных масштабов Поэтому он будет разрешать то, что будет внутри протона Вот условие ку-квадрат стремится к бесконечности, да? Это, собственно, условие, которое отвечает здесь за слово глубоко Вот Ну, я и говорю большое Ку-квадрат большое А характерное расстояние обратное По принципу неопределенность ку-квадрат типа дельта икс, да? Порядка единицы на ку Оно будет маленьким И оно будет меньше размера протона Поэтому оно будет разрешать составляющие протона Которые называются портоны Хорошо? Ку-квадрат маленькая, это передача будет, да? Ку-квадрат Вот, вот так А может, если вам больше нравится так, то можно сказать, что это вот так? Вот Вот так То есть Система икс Вот, некая Вот, некая система икс Мы говорим глубоко, во-первых, ку-квадрат стремится к бесконечности Значит, неупругая Это значит, что вот система икс это, в общем, не протон Вот Глубоко неупругая растение Вот, значит, давайте для него введем Кинематические переменные Общепринятые Общепринятые кинематические переменные Значит, вот это вот С Ну, как не трудно догадаться, да? С, соответственно, это П плюс Вот это мы назовем Ну, вот у меня L зазвано Ну, пусть будет L Штрих П плюс L Значит, в квадрате Вот Вот этот вариант W в квадрате Ну, собственно, он же и вот этот, да? Вот, вот, вот этот весь Вот W в квадрате Это, соответственно, Q плюс P В квадрате Вот И еще парочку Х Это Квадрат на 2PQ Y Это PQ На PL Ну, и ν Вот Это PQ На массу протона Вот Значит, мы говорим Что Оно у нас глубоко неупругое Но более того Глубоко неупругое Стремить Q квадрат К бесконечности недостаточно Надо понять, как все остальные Еще стремятся Куда при этом Вот Мы будем рассматривать Так называемый Бьеркиновский предел Бьеркиновский предел Это Q квадрат стремится к бесконечности А Х При этом не меняется Вот То есть Х постоянно А Q квадрат стремится к бесконечности Это означает, что 2PQ тоже стремится к бесконечности Вот Привет Сейчас добавлю Nu Сейчас добавлю Сейчас добавлю Сейчас все добавлю Значит Вот давайте Потихоньку Писать Значит, раскрываем S P квадрат Это масса протона В квадрате Вот Плюс 2PL Плюс L в квадрате L в квадрате Это 0 Масса электронов Ну Могу масса электронов Квадрате Написать Практически везде Мы будем Полагать Вот это Мы будем Полагать Везде Разным нулю Вот А вот это Мы будем Полагать Ну Разным нулю Везде Где Он с чем-то там Складывается Что существенно Его больше Там где он будет Оставаться один Мы его будем держать Но Как правило Это будут те места Где нам нужно будет Переходить в систему Покоя протона А во всех остальных Случаях Массы протона По сравнению С мы пренебрегаем По сравнению С q квадрат Мы ей тоже пренебрегаем Вот Поэтому S Это собственно 2P на L Да Вот Давайте Теперь W квадрат W квадрат Это q квадрат Это минус q квадрат Плюс 2Pq Плюс p квадрат p квадрат Это опять масса протона Я ей пренебрегаю Вот W квадрат Соответственно Это Инвариантная масса Рожденной системы Система у нас Реальна Вот она Родилась И поэтому W квадрат Больше нуля Вот И соответственно Что такое x Ну вот если я q квадрат Сюда перенесу Поделю Да Что у меня получится У меня получится Что Единица Больше чем q квадрат На 2Pq То есть x У меня Меньше Единицы Вот x У меня Меньше Единицы Хорошо Значит Идем дальше То есть Пока x Это Просто Кинематический Некий Вариант Причем Что это За Инвариант Его Можно Померить Полностью Померить Полностью По Вот x Сейчас x у нас Рожать через q Квадрат И 2Pq 2Pq Это фактически W квадрат Вот Вот W квадрат Значит Вот Если у меня q квадрат Как я могу Померить q квадрат Я могу Померить Значит Поймав Исходящий Электрон Да Я знаю Исходный Электрон Я знаю Конечный Электрон q квадрат Я могу Померить Вот Дальше Соответственно Как только Я восстановил Вот это q Я могу Померить И w Квадрат Ну Импульс Протон Я тоже Знаю Поэтому Я могу Померить x То есть У меня Есть Переменные Скажем W Квадрат И x Ну Или q Квадрат И x Да Вот Это Переменные Которые Измеряются Из верхнего Блока Из И вот Это Все Мерилось В частности Вы Ловите Электрон И по Нему Делаете Некие Выводы Относительно Ваших Кинематических Переменных Вот Этих Вот Y Соответственно Тоже Что Выбирать W Квадрат Q Квадрат Или x Y Это Вопрос Так сказать Удобства Некого Они Друг Через Друг Пересчитываются Но Опять Таки Вот Тут Видите P на Q P на L Это Из верхнего Блока Все Можно Измерить Вот Значит Хорошо Про Интерпретацию Вот Этого Мы Еще Поговорим В дальнейшем Мы Ее Просто Выведем Некую Другую Интерпретацию Вот А Теперь Еще Да Еще Вот Что Такое New New Имеет Смысл Если Мы Перейдем В Систему Значит Импульс Протона То есть Протон Стоит То есть Это Мп Ну и Ноль Вектор То Тогда Что Это Будет Мп на Q0 Мп Сократится То есть Это Q0 Вот В этой Системе То есть В системе Покоя Протона Вот Q0 Вот Q0 Хорошо 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 Значит 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 Если Мы Знаем Параметры Входящего Электрона Входящего Протона И Вылетевшего Электрона То Все Астральные Переменные Мы можем определить Эти переменные Вот Если Мы будем Гореть Об эксклюзивных Сечениях Мы Вот Отсюда Вытащим Один Какой Нить Адрон Да Вот И будем Говорить Что Вот Ну Полностью Эксклюзивная Это Когда Только Адрон И Все Ну Тут Такого У нас Не Будет Да А тут У нас Будет Такое Вот То Что Называется Семи Инклюзив То есть Когда Один Какой То Фиксированный Адрон Есть Плюс Все Что Угодно Такие Тоже Постановки Бывают Но Сегодня У нас Рождается Все Что Угодно И Мы По Нему Сумер Вот Поэтому Кроме Вот Этих Переменных Там Особ Больше Ничего Нет Вот Значит Хорошо Хорошо Ну Давайте Значит Как Мы Будем Это Вот Считать Мы Будем Считать Так А И Зачем Все Это Надо Собственно Мы Говорили Что При Энергиях Порядка Там Скажем Энергии Протона Да И Ниже У Нас Сильное Взаимодействие Сильное То есть По Теори Возмущения Мы Посчитать Ничего Не Можем Вот А Когда У Нас Большие Энергии У Нас Наоборот Сильные Взаимодействия Становят Слабыми И Мы Можем Читать По Теории Возмущений Так Вот Глубоко Неупругое Рассеяние Оно Хорошо Тем Что Его Характерный Масштаб Это Ку Квадрат Большой Соответственно Разрешение Вот Этого Фотона Маленькое Он Разрешает Составляющие Кварки Глюоны Грубо говоря В протоне Вот И Он Значит Имеет Виртуальность Ку Квадрат Большую Соответственно Виртуальность То есть Характерная Виртуальность Процесса Вот Взаимодействия Фотона С каким-нибудь Вот Партоном Там Характерный Масштаб Этого Взаимодействия Будет Ку Ку Квадрат Ку Квадрат Будет Большой Величиной Мы Сможем Там Применять Теорию Возмущений Вот И Смотреть Что же Там На Масштабах Ку Квадрат Есть Я Изгоняю А мы Уже Говорили Что Такое Партон Партон Чуть-чуть Попозже Мы Говорим Что Протон Состоит Из Неких Сильно Взаимодействующих Элементарных Частиц Как-то Там Сильно Связанных Их Называют Партонами Мы Понимаем Что это Кварки Глеон И мы Через Некоторое Время В этом Увидимся Вот Так Хорошо Давайте Убеждаться Уже Потихоньку Значит Что Мне Нужно Мне Нужно Взять И Написать Маточный Элемент Для Этого Процесса Так И Еще Значит Что Это А Вот Это Вот Еще Можно Немножко Расписать Что Такое П Ку Значит Ну Растет 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 Хорошо Значит Амплитуда Амплитуда И на М Значит Что будет в амплитуде Там будет Минус и е в квадрате Соответственно Вот тут два заряда электрона Вот тут заряд электрона А вот тут заряд Ну Грубо говоря Это будет заряд кварка Но все равно мы его будем иметь в единицах электрона Поэтому Заряд электрона Поэтому ем и вытаскиваем Дальше Тут А почему у нас там Там же кварки имеют дробный заряд? Вот Значит Дальше будет пропагатор глюона Этого самого фотона Пропагатор фотона выглядит как? Это Единица На Ку в квадрате Вот Что еще там будет? Там будет Уэль штрих Гамма мю Уэль Вот Значит Так Минус и Оно вот еще из пропагатора фотона Вот А дальше Вот так вот напишем Ж Ж Мю От нуля На П Что я под этим подразумеваю? Значит Что я под этим подразумеваю? П Это состояние Протон Вот исходный Да? Протон исходный Икс Это состояние Вот конечный Икс Ж Мю Это электромагнитный ток Оператор Который Содержит То есть это что такое? Это сумма Пси Итых Гамма Там Мю Итых Вот тут с чертой А тут вот будет Как раз вот эти вот Е итые Заряды вот этих самых Кварков Да? Вот Которые дробные куски Ну или там вот Ку итых То есть это типа там Одна треть Вот эти вот величины То есть вот мы все Сумму вот взяли Какие есть Сюда засунули Вот И мы должны Вот это сосчитать Значит Что такое Ноль Ноль Это Ноль Это Икс Район Нулю То есть Икс координата Да? То есть Как Вы считаете Вообще Эту амплитуду? Вы говорите Я Из С-матрицы Спускаю Интеграл Д4х От Вот этого тока Да? С фотоном Фотон я спариваю Он мне подает пропагатор Вот В зависимости от Х Она вся в экспонентах Она дает мне дельта функцию Которая стоит перед ИМ Вот И я ее убираю Она В С-матрице стоит Вот Вот все Что осталось В принципе Можно это сделать подробно Это вот некая Такая выкладка Но Я не знаю Надо Или я могу Михаил Геннадьевича попросить Вот Надо? Точно? Ну ладно Вот Так Сейчас Я это где-то Даже написал Значит Как это выглядит Ладно Раз уж делаем Так делаем Ладно Значит Т-матрица Да? Что такое Т-матрица? Т-матрица Это С плюс ИТ Да? Ну С-матрица Это единичная С-матрица Единица Плюс ИТ Да? Вот Т-матрица Соответственно Это что? Это Ну вот это Минус Е в квадрате И Минус Е в квадрате Значит Обкладка Икс Внешней частицы Тут я еще Ставлю АЛ штрих Да? Ну если я полностью Конечное состояние Состоит у меня Из электрона И системы Значит Оператор Рождение электрона Уничтожение электрона Дальше Стоит Т-произведение Вот я спустил Д и Игрек Все с чертой А со шляпой Игрек Ну я просто думаю Что вы это делали Неоднократно Интеграл Д и Игрек Женю От Игрек Женю От Игрек А Игрек А Игрек Ню Вот Тут соответственно А крест А крест Эльт На протон Вот То есть Вот спустили Два Интеграла Этих самых Гаметня Взаимодействия Вот этот Женю Это вот Сумма Кваркового Вклада Всех Кварковых Вкладов Это вот Пси Это Электронные Пси Да? Вот Ну что дальше Дальше Как обычно Значит Как обычно Мы говорим Мы говорим Значит Вот это я спариваю Вот И пишу Минусы и квадрат Значит Минусы и квадрат Это я тоже спариваю Вот Тут у меня остается Усть чертой Усть чертой Эль Штрих Вот Штрих Гамма Минусы Уэль Вот, когда я спарю Что у меня останется? У меня останется У меня останется Из вот этих вот Пси, что такое Пси? Пси это E в степени I L штрих В соответствии с чертой L штрих на Y На оператора рождения и уничтожения На U-матрицу У меня экспоненты останутся Вот, соответственно У меня останутся экспоненты Dx, dy Тоже останутся Dx, dy Экспоненты E в степени минус I L минус L штрих Y Правильно Y Дальше Будет интеграл DQ 2,4 Минус I Q квадрат Это пропагатор A Да? Минус I на Q квадрат На E в степени E в степени Чего там? Минус I Q На Так, как удобней X минус Y Вот так Это пропагатор A От X до Y Вот И И Вот тут Стоит X Все, что останется внутри Да? Вот X я уже написал Но здесь он особо не нужен Это числа Да? А оператор Остался один ток Вот И тут стоит G N От X G N От X На Протон Вот Дальше мы вспоминаем Вот это Соответственно Нам много раз понадобится Что Микки оператор В точке X Это Этот оператор В точке 0 На E в степени И PX E в степени Минус I PX Где P Это Оператор импульса Полевой То есть он действует На состояние Выдает его импульс Вот этот P Вот Вот соответственно Я вот здесь Его использую Да? То есть вот эта штука Это G от 0 На E в степени I PX E в степени Минус I PX Вот этот оператор P Действенно состояние Протона У протона Импульс P Большое Дает мне P Большое Вот тут Число Так Вот этот оператор P Действенно состояние X Дает мне Суммарный Импульс PX Вот этих частиц Ну или Я его назову P-штрих На X Вот Итого Остается G от 0 Это вот тот самый G от 0 Который здесь остался Вот оно Маточный элемент А вот эти две экспоненты Вместе С вот этой экспонентой Который идет Из пропагатора Фотона И Значит Вернее нет Вот это идет Из обкладок PX И PX С чертой И вот это идет С пропагатора Фотона Значит мы их Все вместе возьмем И получим Общую дельта Функцию Значит Что получится Получится I M Вот та Что я сверху Писал Да На что Когда мы будем интегрировать По Y У нас будет Какая дельта функция Значит Дельта функция Будет какая L минус L штрих L минус L штрих Плюс Q что ли Так L минус L штрих Минус Минус Q Вот L минус L штрих Минус Q Когда Мы проинтегрируем По X По X По X У нас будет Дельта функция Q Значит Плюс P Минус P штрих Вот Q плюс P Минус P штрих Вот Ну собственно и все Значит Что тут еще Еще мы можем Проинтегрировать По Q Вот Интеграл по Q Где-то стоит Интеграл по Q Проинтегрируем У нас получится L плюс P Равно L штрих Плюс P штрих То есть общая дельта функция Вот перед этим Будет стоять С 2P в 4 Вот Вот и все Общую дельта функцию Плюс там Обкладки Я вот здесь не написал Единицы на корень Из 2Е Вот для этих Они все идут В Т матрицу Ну то есть Тут будет вот так 2P в 4 Дельта функция От общего сохранения L плюс P Минус L штрих Минус P штрих Делить на корень Из 2ЕЛ 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 Штрих Вот 2ЕЛ 2ЕЛ Штрих Ну вот и все Наверное Вот эти состояния Мы собственно Не расписываем Вот В виде обкладки Понятно это? Откуда появился Ж от нуля Да Ж от нуля появился Потому что там был Ж от Х Нормальный такой Из него вытащили В зависимости от импульса В общий закон сохранения Вот Значит так выглядит М М И везде Где будет написано Ж от нуля Будет иметься в виду Что это Х равен нулю А не П Вот В дальнейшем В дальнейшем Значит вот М Соответственно По этому М Можно написать Сечение Сечение Значит Д Сигма Это что? Два пи в четвертой Собственно Вот это Наша Дельта функция Которую я только что Показывал Вот Модуль Модуль М в квадрате На 4 И Деру Икс Это плотность Коечных состояний Для всех частиц Икс Вот Мы ее сейчас Распишем Деру Икс И отдельно Дэль Штрих Дэль Штрих На 2 Пи в кубе На 2 Е Эль Штрих Вот Это Плотность Коечных состояний Для Улетевшего Электрона Конечного Значит Дэро Икс Это сумма По n Произведения Д3 Значит Вот Того же Самого 2 Пи В степени Кубе 2 Е Катова Вот То есть Мы взяли Значит И Сумма Всех Пкатых Это Пштрих Который Вот Тут Стоит Вот Вот Такая Вещь Чудесно Чудесно Хорошо Значит Раз Мы пишем Так Вот Видите Вот Тут Я написал 2 Екаты Это Энергии Которые Входят В Для Конечных Частиц Икс Это Означает Что Раз Я Два Экаты Написал Вот Тут Вот В В Плотности Коечных Состояний То Вот В этой Обкладке Я Их Не Пишу То Единица На Корень Из Два Экаты Ну Это В Общем Так Люди Делают В Эту Науке Вот Мы Обычно Их Туда Засовывали Но Сейчас Так Дальше То Же Самое С Протоном Кстати Говоря Будем Делать Потому Что Я Тут Написал 4 И В И Уже Вошла Обкладка Корень Из 2 Е Протона Хорошо Значит Все Вот Это Я Сотру Давайте Смотреть Это Все Мы Можем Проинтегрировать По ДРО И Предположим Что Мы Проинтегрировали Сюда Все Внесли Дельта Функция Проинтегрируется Что Останется Останется Что Д Сигма Это Будет Понятное Дело Что Вот Это Мы Пока По Модулю В Квадрате Оставим Вместе С Вот Этим ДРО И А Вот Это Мы Вполне Сем Можем Сосчитать Что Здесь Будет Здесь Будет Е Четвертый Делить На Кв Четвертый Е Четвертый На Кв Четвертый Значит Дальше Эдменю На Дабы Эдменю Вот Так Делить На 2 С 2 С Пришло Из Варианта Значит Ну И Вот Это Оставно Значит Д 3 Эль Штрих Что Такое Эль Эль Меню Эль Меню Это Лептонный Тензор Это Квадрат Вот Этой Штуки Вот Лептонный Тензор Сейчас Напишу То есть Лептонный Тензор Эль Меню Ну Что Такое Мы Здесь Должны Вот Это По Модулью В Квадрат Возвести Это Две Вот Эти Штуки То Это След От Скажем Эль Штрих Со Шляпой Гамма Ню Эль Со Шляпой Гамма Ню Вот Причем Мы Будем Суммировать По Спинам Конечным Электроном Усреднять Поначальному То есть Я Одну Вторую Должен Написать Так Понятно Что Такое Эль Вот Ну Вот Это Вы Сочетать Можете Чудесно Что Такое W А Вот Кстати Говоря Вот Тут Еще Пишут Такой Вот Множитель Для Удобства Некого 4 P MP Вот Это Влияет Только На Определение Нашего W Ну Грубо Из него Мы Должны Множитель Вытащить Вот В Некоторых Так Сказать Источниках Вот MP Не Пишут Грубо говоря MP Пишут Тогда Когда Люди Интересуются Я понимаю Вот Иногда Переходить Систем Покой Протона А Когда Им Это Не Особо Интересно Они Не П И Не Пишут Вот Хорошо Значит Это Тензор W Меню Это Тензор Грубо говоря Это Вот Это По Модулю В Квадрате С Коэффициентами Так Которые Проинтегрированы По ДРО Икс Ну Еще Коэффициент Нужно Аккуратно Найти Вот Если Мы Посмотрим Какова У него Структура Из него Торчит Два Индекса Мю Ню Вот А что В нем Есть По Импульсам Вот Системы Икс Там Все Проинтегрировано Из него Торчит Грубо говоря Два Вектора Ку И П Так Ку И П Вот Поэтому Он Может Зависеть От Двух Векторов Ку И П Причем Он Должен Калибровочным Вариантом По Фотону То Если Мы Вместо Ку Если Мы Его Из Куню То Это Должно Быть Ноль Вот Поэтому Если У нас Есть Только Фотон Вот Здесь Нет Никаких З Бозонов Каких Нибудь Вот И Вот Этот Тензор У нас Симметричен Но Он Ясно Дело Симметричен Поскольку Мы Поляризованный Электрон Не Рассматриваем То Тогда Симметричных Структуры Из Двух Векторов Построить Может Только Две Первое Это Ж Меню Минус Куню Куню На Ку Квадрат Она Вот Определяется С минусом Вот И тут Пишется W1 W1 То есть При Этой Структуре Стоит Ходискалярная Функция Которая Называется W1 Да Вот Вторая Структура Вот Такая Па Мю Минус Ку На Ку Квадрат Ку Мю Па Мю Минус Ку 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 Ну Ну Вот Это Масштабируется Как Квадрат Импульса Вот Ну И тут Вот Мы Поделили На Квадрат Вот Вот W Меню И Оно Раскладывается На W1 W2 Если У нас Тут Есть Какие-то Поляризации Или Обмен Происходит Более Сложным Чем-то Чем Фотон То Структур Становится Больше Например Вводится Эпсилон С Эпсилоном Можно Еще Две Структуры Написать Будет Четыре Скалярных Функций Вот Вот Эти Функции Вот Это Соответственно Лептонный Тензор Называется Это Адронный Тензор А вот Эти Функции W1 И W2 Называются Структурные Функции Протона Структурные Функции Протона Вот Они Вот И Мы понимаем Что это Наблюдаемые Величины Так Вон они В сечение Входят Ну вот Мы тут Все посвернем Да И у нас Сечение Будет выглядеть Как Как Некий Кинематический Множитель Там Ну вот Это Посвернем Да На W1 Плюс Некий Другой Значит На W2 Вот Поэтому Измеряя Сечение Мы эти W1 W2 Измерим Они Зависят Нет Здесь Мы У нас Полностью Инклюзивное Сечение Мы Суммируем По всем DROX Мы Проинтегрируем Поэтому Это Полное Сечение В этом Смысле Вот Написано DROX Когда Я писал DROX Это Была Сумма Значит DROX Это Была Сумма По всем N От Единицы До Бесконечности Произведение По К От Единицы До N D3 ПК На 2 К 2 Кубик Вот Это Называется По Всем То есть Сколько бы Частиц Небыло Мы По Всем По Ним Да Полный Инклюзив Вот Все Хорошо Структурные Функции Вот W1 И W2 Это Одно Из Определений Другое Их Определение Которое В физике Высоких Энергий Честно Горя По Моему Встречается Чаще Это F1 И F2 Где F1 Это MP На W1 А F2 Это NU На W2 Или Соответственно Ну Ню Я Вот Тут Был Написан Ню Был Написан Да Вот Если Написать Вот Это Все В Терминах F1 И F2 То Выглядеть Будет Следующим Образом Вот Я Вот Тут MP Напишу Оно Все равно Вот Тут Есть MP Будет F2 На PQ Вот Альтернативное Так сказать Определение Альтернативное Определение Хорошо Если Теперь Мы Возьмем Вот Это Значит Вот Это Сосчитаем Вот Сюда Подставим Это Упражнение Минут На 10 15 Вот Перепишем Значит Вот Это L' Да Вот Тут Три Переменных Интегрирования Понятно Одна Переменная Интегрирования Это Угол Вот Такой От Которого Ничего Не Зависит Вот И еще Две Переменных Интегрирования Грубо говоря Модуль L Cos Th Мы Пишем Переход От Модуля L Cos Th К Нашим Переменным Каким Нибудь Типа XY Или Q Квадрат W Квадрат Неважно Вот И записываем Вот это Сечение В инвариантном Виде Это Так сказать Вам Упражнение Скорее Всего Вы На Семинаре Сделаете Вот Я Ответ Напишу Ответ Будет D Sigma По DX 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 Равно 4P Альфа Квадрат На S На S F1 На X Плюс F 2 На X Квадрат Y Квадрат Единица Минус Y Ну У меня Вот тут Еще Написано На S Ну Вот этот Член Он Собственно Особо Не нужен Он Мал Видно Да Вот MP В квадрате Вот Так Вот Выглядит Сечение Глубоко Неупругого Рассеяния Вот Переменных XY Я Еще раз Говорю От переменных XY Можно Перейти Скажем Ку Квадрат W Квадрат Или Если мы Встанем Систем Покоя Протона То можно Просто Использовать Вот эти Вот уже Энергия Конечного Электрона И его Угол Тоже Можно Ну Будет Немножко Другая Форма Вот Эту Формулу Соответственно Надо бы Уметь Выводить Выводить Соответственно Мы Меряем Ее Получаем F1 F2 Еще Важной Структурная Функция Вводит Вот такую FL FL Это F2 Минус 2x F1 Вот мы Сейчас Ней Перейдем Потихоньку Вот Да Так Для себя Для души Вот А можно Вот Фильг Для души Что-то Вот Фильг Много Форма И Как-то Мало Каких Публичных Пояснений А вообще Много Вообще Вот Сейчас Мы К ним Перейдем А Формул Будет Много Эта Тема Непростая Форма Вот Вот Портонная Модель Так Где Мел То Бывший А Вот То есть Портонная Модель Что такое Портонная Модель Это Как мы Как мы Будем Вычислять Вот Этот Наш Самый Тензор W Спортонная Модель Так Вот Тут Мы его И тихонечко Напишем W Меню Вот я MP Вот тут Пригрею Вот Даже 4 Нет 4P Не Пригрею Значит Что это Это Вот Что Одна Вторая Сумма По Это Спин Протона Да То есть Мы Средняем Значит Так По Спину Протона Дальше Вот Тут У нас Стоит Протон Протон Женю От Нуля Протон Вот Помножить Помножить На Помножить Давайте В четвертой Дельта P Плюс Q Минус P Штрих Деро Х Это Вот То Самое Деро Х Которое Я писал Вот Еще Общий Кэффициент Набрался 4P Ну Собственно Это 4PM Которые Там Гуляют Вот Они Сюда И Пришли Вот Вот Это Надо Сочетать Вот Ну Прежде чем Считать Это Так Сказать Во всей Красе Давайте Скажем А вот Давайте Мы Скажем Что Наш Протон Он состоит Из Квагов Глеонов И Посчитаем Скажем Понятно Что Если Мы возьмем Глеон То Глеон С фотоном Он Не Взаимодействует То есть Глеон Брать Не Надо По крайней Мере Без Петлевых Поправок Вот А Кварк Он Сразу С Протоном Взаимодействует Антикварк Тоже Вот Мы Возьмем Кварк И Сейчас Будем Все С Кварком Делать А Потом Скажем Некие Общие Слова Значит Вот Место Давайте Посмотрим Это Называется Портонная Модель Портонная Модель Слишком Наивная Картина Да Хорошо Давайте Посчитаем Глубоко Неупругое Рассеяние На одном Кварке Вместо Протона Напишем Кварк Вот И посмотрим Что будет Вот И посмотрим Что будет Соответственно Тогда Вот Если я На Кварке Буду Считать На Кварке То Я Вот Тут Напишу Кварк И тут Напишу Кварк И считать Буду В первом Порядке Самом Простом То есть У меня Будет Просто Обычное Такое Мое Вот Это Был Кварк Это Электрон Электрон Штрих Вот Это Фотон Ну И Вот Какой-то Там Штрих Это Вот Система Вот Рассмотрю Вот Это Значит Рассмотрю Вот Это Что Тогда Будет Тогда Как Только Я Написал Вот Тут Кварк Да И Найду Вот Этот Тензор Вот Как Только Я Написал Вот Тут Кварк Я Должен Вот Тут Вот Еще Написать Ну Во-первых Что За Кварк С Каким Импульсом Пусть Мой Кварк Вот Этот Вот Имеет Импульс П Ку Равный Некое Кси На Импульс Протона Вот Исходного Моего Вот Да 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 Мы Все Сохраним Только Обкладку Протона Заменим На Обкладку Кварка Вот Но Еще раз Я же говорил Что В обкладке Протона Единица На Корень Из 2 Е Протона Вытащена Уже В формулу Для сечения В ин Варианты Соответственно Вот тут Была бы Вот такая Вот Обкладка С Кси Потому что У него Доля Импульса Кси Вот И причем Тут их 2 Поэтому Я Должен Вот Тут Написать Кси Тогда Чтобы У меня В ту Формулу Для сечения Подставлять Вот Значит Чудесно Чудесно Значит Как я это буду считать Считать Мы это будем так Что такое ДРОХ Там Одна Всего Частица Длиница В 2 Кси Значит Сумма Что это за Состояние Это состояние Значит С одним С одним Кварком Да Это Ток Так То есть Как мы его Напишем Мы его Напишем Когда у нас G от 0 Это означает Все уже В зависимости от Х В виде Дельта функции Ушли У нас остается Ток спинора То есть Это будет Ухутая С чертой Вот тут бы Гамма Ню У Куштриховая Так Ну ладно Пусть будет Куштриховая Куштриховая с чертой Гамма Ню У Куштриховая Да Это я вот это Написал Значит Сумма По всем Спинам Ну Вот этого И вот этого Нам нужно С С Штрих С Куштриховая С Куштриховая Вот Одна Вторая Как была Так осталась Я ее уже написал Вот она Теперь Дельта функция Дельта функция Это Кси П Плюс Ку Минус Куштрих Так Ой ПКУ Куштрих Назовут Вот Дельта 4 2ПФ Четвертый Вот ДРУХ Это Что такое Это Д3П Куштрих 2ЕКуштрих На 2ПФ Кубе Вот Это полностью Считаемая Вещь Так как Нет Обкладки Протона Непертурбативной Это просто Вот Что мы Обычно Считаем Вот давайте Считаем Значит Что вот Это Такое Вернее Для начала Что вот Это Такое Вот 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 Это Инвариантный Объем Который Я могу Записать Так Интеграл Что Дельта функции Стоит Кси П Минус Да Плюс Ку Минус ПК Штрих Вот Кси П Это То Что Летит Сюда Вот Кош ПК Штрих Летит Сюда Это Вот Эта Вершина Вот Значит Это Инвариантный Объем Я его Могу Написать Как Д4 ПК Штрих Значит Тогда У меня Двое Уберется Туда Дельта От ПК Штрих В квадрате Делить На 2 Пив Кубер Так Это Вы понимаете Или нет Или нет Так Давайте Я не очень Понимаю Хорошо Остальные Понимают Я По ней Буду Интегрировать Дельта Функцию То Дельта Функция От Квадрата Это Дельта Функция От Е Минус Е0 Где Е0 Это Корень Вот Вот Делить На 2 Е0 Производную Так Вот Вам Производная Вот И остается Тройной Интеграл Вот Плюс Мы Должны Взять Из Дельта Функции Только Положительный Корень Поскольку Энергия У нас Положительная Вот Ну Поэтому Тут Можно Плюс Написать День Вот Но В таком Виде Вот Этот Объем Явно Инвариантен Потому Что Это Дельта Функция Одномерная От Квадрата Четырех Вектора И Это Д4 П Так Все Нормально Вот Соответственно Я Вот Так Это Перепишу Это Д4 П Ку Штрих Им Я Возьму Вот Эту Дельта Функцию Вот Возьму Вот Эту Дельта Функцию После Чего У Меня П Штрих Это Кси П Плюску Так П Штрих Это Кси П Плюску И Оно Стоит Под Дельта Функцией То есть Итого Что у меня Получается Вот У меня 2П В четвертой Вот Тут 2П В кубе Они Сократятся И Вот Это Еще 4П Оно Сюда Засовано Да От Него Останется Одна Вторая Вот Одна Вторая Единица 2Кси Вот Это След Это След П Гамма Ню П К Штрих Гамма Мю Так Вот Это След Значит Дельта Функцию Я Убил У Меня Осталась Вот Эта Дельта Функция От П Штрих Ку В Квадрате То Кси П Плюс Ку Квадрате Так Понятно Что я Делаю Или Непонятно Ну Вот У меня Д4 П Штрих Это Четырехмерная Дельта Функция Я их Проинтегрирую А А вот Эту Оставил Она Одномерная Вот Она Мне В ответ Войдет Значит Вот Это Кси П Плюс Ку Квадрат Я Распишу Что такое Кси П Плюс Квадрат Кси П В квадрате П В квадрате Это Масса Протона В квадрате Это Ноль В нашей Кинематике Забыли У нас Осталось 2 Кси П На Ку Плюс Ку В квадрате Ку В квадрате Вон оно Написано Это Минус Ку Большое В квадрате Вот Такая Дельта Функция У меня Стоит Вот И если Я 2 П Отсюда Вытащу Это Будет Все равно Что Написать Значит Единица На 2 П Дельта Функция От Кси Минус Ку Квадрат На 2 П Хорошо Вот Ку Квадрат На 2 П Помните Что Это Было Это Есть Чудесно Значит Итого Наш Ответ Ну Хорошо Это Мы Сейчас В Ответ Напишем Вот С Этим Еще Надо Разобраться Что Это Такое Тут У Нас Стоит П Штрих П Штрих П Штрих П Штрих Это Кси П Плюс Ку Да Кси П Плюс Ку Ну Можно Взять Считать Этот След Вот Ну Собственно Он У Меня Написан Вот Я Вам Ответ Ну Такой След Вы Считали Наверняка Много Много Раз Это Соответственно Ну Тут Буд Три Жеменю Это Соответственно Будет П Ку Э Ню Э Кси П Мю Плюс Ку Мю Плюс Наоборот Мю Кси П Ню Плюс Ку Ню Минус Жеменю На Произведение Кси П Плюс Ку На П Ку Вот он Чему Район Ну Ну вот Такое Вот Значит Такая Штука Итого Ответ Напишу Значит Убаку Неупругой Растень На Одном Кварке Так Итого А Еще Тут Вот Нужно Вот Эти Еку В квадрате Написать Квадрат Вот Этого Заряда Вот Ну то есть Одна треть В квадрате Например Вот Дробная Часть Заряда Электрон Значит Вот Я Еку В квадрате Пишу Так Что там Дальше Значит Дальше Вот Это 2п Ку Стоит У меня Тут Ну Вернее Так Сначала Стоит Дельта Кси Минус Х Значит Кси Минус Х Что мы Можем Сразу Сказать Про Это Что Х Если Мы Представим Наш Протон Вот Состоящим Из Таких Кварков Вот То Вот Этот Кинематический Инвариант Х Который Он Просто Построен Из Ну Кинематических Инвариантов Верхнего Блока Он Нам Дает Он Равен Просто Доле Продольного Импульса Кварка Вот Ну Или Доле Доле Продольного Импульса Протона Который Уносит Вот Этот Кварк Вот Этой Самой Кси Вот Идем Дальше Сейчас Напишу Все И Обсудим А это Доле Это Инвариантно В этом Смысле Вот Видите П Ку Это Ксиноп Какой Системе Отчета Она Долгана Была Длина Но Не Любой Не Ну Ну Да Правильно Мы На самом Деле Вот Смотрите Когда Мы Взяли Вот Этот Кварк Который Был В Протоне И Сказали Что Вот Мы Возьмем Кси П Мы же Вот Нам Имеет Смысл Так Вообще Говорить Когда У нас Импульс П Большой Вот Мы Мы Пренебрегаем Массой Протона Помните Вот То есть Мы Вообще Говоря Находимся В той Системе Где Мы Пренебрегаем Массой Протон То есть Протон У нас Быстрый Он Ну вот Я Через Некоторое Время Напишу Систему Вот Протон Быстро Летит Вперед Да И у Него Есть Продольный Импульс Вот Есть Какой То У Вот Протоне Есть Кварки Глюоны У них Есть Продольный Большой Продольного Импульса И Вообще Говоря У них Есть Какой Поперечный Вот Этому Направлению Движения Импульс Который Мы Предполагаем Здесь Здесь Много Меньше Чем Продольный Импульс Вот Поэтому Вот Здесь Когда Я Все Это Считал Я Говорил Что Импульс Кварка Пусть Он Будет Ксина П Где П Это Большой Продольный Импульс Протоном Большой Вот Вообще Говоря Я мог бы Написать Плюс Каперпендикулярное Да И У меня Была бы Какая-то Поправочка Вот Здесь Порядка Вот Этого Каперпендикулярного Вообще Говоря Делить На Ку В Квадрате Это Наш Масштаб Но Так Как Наш Масштаб Стремится К Бесконечности Мы Этим Поправками Будем Пренебрегать Вот Вот Так Так Давайте Я Допишу Еку В квадрате Дельта Ну Вот Тут У меня Написано 2 П К Х 2 П К Х Вот А тут А тут Вот Так Минус К В квадрате Пополам На Ж Меню Ну Ж Ну Вот Эта Вот Структура Которая У тебя Уже Писал Куми Куню На Ку В квадрате Собственно Я вот Этот кусок Могу Не писать Из Калибровочного Варианта С ним Достраивается Я могу Сразу Сказать Вот Смотрите Вот Ж Меню Есть Вот То Что При Нем Так То Что При Нем Это Вот Это Коэффициент Остальные Я могу За Ку И Не Следить Плюс 2 Квадрате П Мю Ку Вот Такая У меня Структура Вот Отсюда Я Значит Ну Тут Понятно Все Все Вот Эти Вещи Они Выражаются Через Инварианты Значит Вот 2 Пы Ку Я Взял Х Это Тот Вот Это Кси Вот Но Эти Коэффициентики Вот Прижим Меню Это Скалярное Произведение Вот Ну И Здесь И Здесь Мы Можем Выделить Вот П А В П Ку У У Значит В П Ку У Нас Есть Как П Значит П Ку Значит П Это П Просто Да То То Вот Тут У Нас Сразу Два П Больших И При Нем Некий Коэффициент Вот Кси Одно Отсюда Второе Отсюда Придет Это Будет Кси Квадрат Ну Вот Х Квадрат Их Два Это Две Скобки Хорошо В общем Вот Ответ Что Мы Получаем Что Мы Получаем Мы Получаем Что Наши Структурные Функции Имеют Вид Что Во Первых У нас Есть Ф1 Равно Ф1 Ну Не так Лучше Ф2 Равно 2х Ф1 Вот Эта Штука Называется Соотношение Кауна Гросс Так Может Там Одно Л Кстати Нет Два Вот И Чем Ле Оно Хорошо Ну Две Вещи Первое Соотношение Кауна Гросса Что Ф2 Равно 2х Ф1 То есть Формуль Для сечения Фактически У нас Одна Переменная Вот Одна Структурная Функция И второе Это то Что Они Не зависят Вот Не f1 Не f2 Они не зависят От q2 Они зависят Только от x Переменных У нас Вообще Горят Две Да Ну Вот У нас Две Переменных Конечных Грубо говоря Его угол И его модуль Так Они Пересчитываются Я уже говорил В разные вещи Но Например В q2 И x Вот То есть Вот эти Структурные Функции От x Зависит А от q2 Не зависят Это Такое Поведение Называется Бьеркиновский Скейлинг Независимость От q2 Ну Я не хотел Опять вернуть Наше Вот это Мое Успение Вы Вроде Как Знаете Все это Успествует С того Что давайте Просто Посчитаем Для одного Плата Да Правильно Мостик Сейчас будет Вот Мостик Очень Простой Давайте Слушаем Мостик Вот люди Наблюдали Наблюдали Сечения И бьеркиновский Скейлинг Прекрасно Так сказать Виден На эксперименте Вот Ну Во-первых Петский Шердер Открываем Там Такая На разворот Картинка Бьеркиновский Скейлинг Вот То есть Данные Данные При различных q2 Да Вот Они Как То есть От q2 Они практически Не зависят В очень широкой Области q2 Вот Значит Это Отсутствие Зависимости От q2 Это Бьеркиновский Скейлинг Да То есть Что мы говорим Что Ну вот Смотрите Мы возьмем Вот так Вот Посчитаем Да И скажем Что Для протона Наши структурные Функции На самом деле Ну вот Пусть f1 Да f1 Вот она Это Одна Вторая На сумма Значит Значит Как я Напишу Одна Вторая Сумма Итых Квадрате На f Итых От x Вот так Вот Представлю Ну f2 Оно Пересчитывается Да Где Да Структурных функций f1 f2 Я не знаю Вот так Напишу Хорошо Вот То есть В зависимости от Квадрата Нет Поэтому мы говорим Ну вот давайте Сделаем так Вот мы знаем Как у нас Глубоко неупругое Рассеяние на одном Кварке выглядит Вот И мы скажем Что вот Для протона Это просто Есть некая функция Есть некая функция Значит f Маленькая Да Которая будет нам Говорить Ну плотность Вероятности Найти вот этот Самый кварк В этом протоне С долей продольного Импульса x Вот Вот И мы Можем Значит Представить Структурную функцию Для протона Как просто Сумма Вот этих Плотностей Вероятности На Ну это Наверное Вот так Надо было Написать Чтобы было Понятно Сумма По И Интеграл f От Кси Да Ну вот Так Лучше f От Кси Ну как Небудь Так f f Если я так Проинтегрирую Чтобы Меня Сейчас Не Дает Ничего Дает Ничего Сейчас Дельта Проинтегрируется Сейчас Dx 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 x Не так Где f От x Это вот Соответственно Дельта От x И минус x Вот Тогда правильно Вот Но это Начальная Так сказать Вот Голый Кварк Да Вот А мы Можем считать Какие-то там Поправки Вот И вот Эти f На самом деле Можно измерять Вот эти Где И Это И Я чуть-чуть Попозже Напишу Четкое Определение Вот этих f Значит Где И Это у нас Все кварки Все антикварки Вот Все кварки Все антикварки Ну вот В такой Писновке Все кварки Все антикварки Вот Но на самом деле Вот такую же функцию f Можно Написать И для глиона Вот Вот Здесь в Борне Ее просто нет Можно Да Мы берем Например Кварк Да Берем На него Ну в смысле Нет Мы берем Прокон Вот Такое полное Состояние Берем Проект Кварк С И вот Получаем Вот это Да Ну да Теперь Тогда Такое Следующее Получается Что Вот Если Меня Я Нашел Так В Один Квар Вот Мя Прокон Жизнь Большая Классная Вот Попроб Поплетает С ним Пыдают С ним Дайвани Только Вообще Там Жизнь Да Он Проект Амни Как Бы Ну У него Небой Такой Возможности Проект Замонить Только С ним Потому Что Это Прокон Это Летний Как Газ Летящий Это Состояние Значит Вот Здесь Это Газ Нет Неправильно Нет Неправильно Значит Ну Вернее Все Зависит От Грубо говоря Плотности Этого Газа Вот В таком Общем Случа Так Ну Было А Вот В данном Конкретном Почему Не так И Почему Не очевидно Вот Предел Бьоркиновский Предел Х Фиксировано Значит Ку Квадрат Стремится К Бесконечности Еще Раз Ку Квадрат Это Разрешение Фотона Мы Его Фактически Стремим К Нулю Так Вот А Число Этих Партонов В этом Протоне Оно Будет Ну Некое Там Более Менее Постоянное Это Можно Будет Увидеть По Так Сказать Результату Всего Этого Построения Вот Поэтому У нас Получается Что Газ Вообще Горя Разреженный Достаточно Другое Дело Что В некоторых Случаях В некоторых Случаях Этот газ Будет Очень Не разреженный А плотный И тогда Будет Некие Такие Вот Более Сложные Вещи Но Эти Вещи Я Рассказывать Сегодня Не Буду В Наш Кинематике Газ Разрежен И чем Больше Ку Квадрат Тем Больше Он Грубо Говорят Разрежен Вот Это На самом Деле Можно Видеть Даже Отсюда Вот Плотность Мы Как Это Интерпретируем Вот У нас Есть Некая Плотность Вероятности Найти Да Кварк Ну Вот В Борне Вообще У нас Отку Квадрат Ничего Не Зависит Да То есть Разрешение Мы Меняем Меняем Увеличиваем Влечим Куда Там А Число Этих Кварков Так Сказать Вот Оно Ну Не Будет Меняться Вот Собственно Это И Есть Геркинский Скеллинг Вот Характерный масштаб взаимодействия Это Энергия протона Масса протона Мы массой протона Вот здесь Везде Практически Пренебрегаем Вот У нас Характерная энергия Синтетически Большая Передача Вот Так Значит Что из этого Вот нужно Запомнить Что Первое В портонной Модели Есть Бьеркиновский Скеллинг Который На эксперименте Вполне Себе Виден В широкой Области Ку Квадрат Второе Что Для Кварков Справедливо Соотношение Калнегрос Вот Если Мы Взяли Не Кварки Не Пси С чертой Пси Ток А взяли Скалярный Ток Например А вот Пусть Протон Состоит Из скалярных Частиц То тогда У нас Вот этого Соотношения Не было Так А оно Видно На эксперименте Вот Поэтому Это одно Из подтверждений Того Что Кварки Фермионы С спином Одна Вторая Вот И еще Эхе-хе Что Мне Нужно Для Дальнейшего Еще Мне Для дальнейшего Нужно Вот Чем Вот W Меню Это конечно Хорошо Но мне Хочется Сразу Находить Не Считать Вот Это Вот Все А Сразу Написать Свертки Вот W Меню Ским Тензором Который Мне Давал Сразу Там F1 Или F2 Вот Я Сейчас Напишу Проекции Проекции Вот И Для Этого Введу Вот Такую Вот Систему Вот Такую Вот Систему Значит Судаковское Разложение У вас Было Скажите Да Или Нет Не Было Хорошо Сейчас Будет Значит Судаковское Разложение Делается Так Вот Введем Два Вектора N1 Вот Два Светоконусных Вектора Так Один Скажем Направлен Туда Второй Направлен Сюда Например Н1 Равно Что-нибудь Типа Там 1 0 0 1 2 Равно 1 0 0 1 Вот Чтобы у нас Н1 на Н2 Было равно Единице А не Двум Как вот Будет Вот Здесь Можно Написать Где-нибудь Там Единица На корень Из Двух Единица На корень Из Двух А можно Написать Это Только В одном Месте В общем Как вам Больше Нравится Вот Н1 И Н2 И Мы будем Говорить Что вот Наш протон Вот этот Импульс П Большое Это Импульс По Н1 То есть Это Вот Н1 Вот На Ну Фактически Величину Этого Импульса Которую Мы будем Говорить П Плюс Вот Вообще Для любого Вектора В Мы будем Говорить Что В Это В Плюс Н1 Плюс В Минус Н2 Плюс В Перпендикулярное Где В плюс Соответственно Проекция По Н1 В Минус По Н2 В Перпендикулярное Перпендикулярный Двумерный Вектор Вот Вот Этой Оси Третий Вот Вот Соответственно А протон Он только По Н1 У него есть одна компонента Грубо говоря Его энергия Это Цветоконусный Вектор Массами Пренебрегаем Вот Ку Вектор Ку Значит Это Вектор Фотона Который С протоном Сталкивается Да Мы можем Перейти в ту систему Где они Вот так Лоб в лоб Сталкиваются Если они Лоб в лоб Сталкиваются То Поперечного Ку Не будет Будут только Вот эти две Компоненты И какие же Они будут Соответственно Они будут Они будут Они будут Ку Плюс Н1 Плюс Ку Минус Н2 Вот Где П на Ку Я знаю П на Ку Если я Значит Перемножу Что у меня получится У меня получится П плюс На Ку Минус П Плюс Ку Минус То есть Ку Минус Это П Ку Делить На П Плюс Вот А Ку Квадрат Это Ку Большое В квадрате С минусом Это Я Вот это В квадрат Возвожу Каждый Из них В квадрате Ноль А Удвоенное Произведение Даст мне 2 Ку Плюс Ку Минус Соответственно С минусом 2 Ку Плюс Ку Минус Вот Ку Минус Я знаю Вот отсюда Ну отсюда Найду Ку Плюс И получу Что Ку Равно 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 Значит Ку Минус Ну Или Ку Плюс Значит Минус Х Плюс На Н1 Плюс Значит Плюс Плюс Ку Минус Это П Ку На П Плюс А П Ку Это Ку Квадрат На 2 Х Вот В этой Системе Ку Выглядит Так Хорошо Вот Значит Еще Да 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 Ведем Ну Они Сталкиваются Раз Они Сталкиваются Я всегда Могу Густировать Так Чтобы Они В лоб Сталкивались Вот Вот Значит Чего А Еще Я Вот Такой Вот Тензор Введу Ж Миню Перпендикулярное Это Ж Миню Минус Н1 Н2 Ню Минус Н1 Н2 Н2 Ню Значит Что это За Тензор Это Тензор Ну Это Минус Тензор Но Вот В этом Перпендикулярном Пространстве Потому Что Если Я Скажем На Н1 Помножу Это Например Н1 Ню Н1 Ню В квадрате Это Ноль Значит Н1 Ню Н2 Это Единица Вот А вот Тут Будет Просто Н1 Итого Н1 Минус Н1 Ноль Да То То Это Тензор Единичный В поперечном Пространстве А Продольное Он убивает Вот Он Значит Такой И Тогда F1 Это Что F1 Это Минус 1 2 MP W Меню Даже Перпендикулярное Меню Вот А FL Который Я там Вводил Это MP Пардон Это FL 8х Кубе На Q В Квадрате MP Значит Вот Смотрите Если Я Тензор W Меню Общего Вида Буду Сворачивать G Меню Перпендикулярное То Что Я получу G Меню Перпендикулярное Значит Что Я Получу Значит Что Я Получу А FL Значит FL Это Было F2 Минус 2xf1 Вот Оно Собственно Так Хитро Изведено Что Вот Видите У нас Для Кварков F2 Равно 2xf1 То То есть Она 0 Чисто В Партонной Модель Да Для Кварков С Значит Спином 1-2 Вот Поэтому Ну и вот Наблюдение Как раз Того Что Вот Это В общем Мало Да Оно Доказывает Это Экспериментально Поэтому Мы Не Можем Посчитать С Можем Да Не Пожалуйста Просто Если Вы Грубо говоря Что такое F2 Это FL Значит Плюс 2x На Вот Это Ну и Вот Будет У вас Тут Более Сложный Тензор Просто Свернуть И Все Вот Чем Мне Сейчас Я Объясню Зачем FL Вот Ну Во-первых За тем Что Мы Ну Оно Равно Ну Поэтому Что Оно Представляет Собой Во-первых Вот Вот Эти Мю и ню С чем Они Сворачиваются Они Сворачиваются С Значит Вот У нас Диаграмма Да Вот Тут Значит Женью Вот Это Ню Да Ну Или Мю Сопряженный Оно Сворачивается С вектором Поляризации Виртуального Фотона Вот Который Тут Летит Да Вот Соответственно Вот Этот Вектор Поляризации Виртуального Фотона Он Может быть Каким Поперечным А может Быть Продольным Вот В нашей Системе Вот Я Специально Так Выбрал Вот Эта Штука Она Пропорционально Поперечным Векторам Поляризации Да Это Грубо говоря Единичная Матрица В поперечном Пространстве Вот В этом Вот Наску Квадрат Она Имеет Только Ноль И третью Компоненты А В поперечном Пространстве Соответственно Будет Вектор Поляризации Поперечного Фотона То есть Вот Этот Кусок Он Отвечает За Взаимодействие Поперечного Фотона А Вот Этот Кусок Он Отвечает За Взаимодействие Продольного Ну Там По Крайней Мере Почему Потому Что Ну У Нас П В Квадрате Равно Ну Лю Да Ну Вектор Поляризации Он Фактически Попер Да Вот То есть Вот Этот Кусок Он Отвечает За Взаимодействие С Продольным Фотоном А Вот Это С Поперечным Вот И мы Видим Что С Продольным У нас Мало В Йоркин В Пределе По Крайней Вот Поэтому В Дальнейшем В Дальнейшем Я Буду Считать Вот Собственно F1 Вот И AFL Считать Не Буду Буду Считать Только Одну F1 Хорошо Так Вопросы То есть Мы говорим Что F1 Мы можем Легко Посчитать По этой Формуле FL Если Мы Вновь И вот Мы можем Посчитать Форму 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 Вы просто Смотрите У вас Сечение Параметризован Двумя Структурными Функциями Ну Я там Писал F1 F2 Но Вы можете Написать F1 L Или F2 L FL Вот И вы Говорите Я Буду Мерить Их Две Так Вот Я их Померяю И Я Понимаю Что Спортонные Модели У меня Вот Просто Самый Простой У меня Вообще FL Быть Не Должно У меня F2 Только Должно Описываться Вот Описывается Хорошо А Если Да Да Но На самом Деле Когда Вы Будете Считать Поправки Там Разные Еще Чего То Вот У вас Будут Поправки Как F1 Вот Так И FL Там Какие Поправки Будут Вот На самом Деле Ну У нас Еще Задбазон Есть Там Еще Чего То Еще Чего То Вот И тем Поэтому Вот Физический Смысл Их Я Вот Тут Демонстрирую Как Бо Вот В этой Системе Вот Вот Так И Еще Раз Для Просто Свободного Кварка FL 0 F1 Там Ну Вот Она Чему То Равно Так Это Портонная Модель Вот Давайте Я потихоньку За ее Пределы Пойду Я Надеюсь Что Внутри Пределов В смысле Вот Внутри Пределов Ответ Написан Вот Сейчас Мы Об этом Поговорим Потому Что Что Означает Кварк Это Вообще Горят Цветной Объект И Говорить Что В Протоне Там Я не знаю Н Кварков Это Как Миним Зависит От Калибровки Вот Поэтому Это Неколь Такой Вот Вопрос Вопрос Вот Вот Надо Говорить Слова Которые Имеют Смысл И Я Хочу И Говорить Осмысленно Вот Сейчас Мы Попробуем Это Сделать Вот 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 Так Чего У нас Дальше 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 Я Это Схематично Вот Так Вот Нарисую Вот То есть Вот Эта Система Х Ну Это Все Система Х Да Вот То есть Это Протон Вот Эта Система Х Все Вот Это Вот Это Соответственно Маточный Элемент Ну Вот Это Вот Лучше Смотреть Протон Фотон В Х Так Вот И Его Супряженный Так Теперь Мы Говорим Вот Когда Мы Только Что Считали На Одном Кварке Мы Фактически Считали Вот Это Вот Так Вот Обрезали Сказали Вот Протон Это Просто Свободный Кварк Так И Все И Все Вот А Теперь На Сам Деле Что Может Быть Еще Вот Так Вот Если Мы Будем Считать Поправки Во Первых Когда Один Кварк Вылетел Да Вот Это Цветное Состояние У него Есть Некое Взаимодействие С ним То есть Есть Вот Так Поправки То есть Они Взаимодействуют Так Ну Их Вообще Горя Много Это Вот Их Нужно Отсуммировать Ну Если В Этом И В Сопряженном Да Это Так Сказать Вот Если Мы Все Отсуммируем Мы Напишем Хорошие Выражения Для Структурных Функций Протона Вот Это Первое Второе У нас Есть Просто Поправки За счет За счет Петель Что это Такое Это Скажем Вот такие Поправки Вот Такие Поправки Вот Такие Поправки Так Вот Такого Типа Вот Эти Поправки Они Учитываются Уравнениями Волюции То есть Помните У нас Есть уравнение Кална-Семанечка Который Говорит Что Как мы Передормировку Делаем У нас Все наши Функции Начинают Зависеть От масштаба На котором Передормировку Делаем Вот За счет Чего За счет Того Что в Петлях Нужно Ставить Обрезание Некое Вот Физическое Вот И Вот Это же Тоже Петли Вот И в них Возникнет Некий Масштаб Вот Поэтому Сначала Мы Разберемся Вот с Этим Поправками Вот Честно говоря Я думал Мы с ними Сегодня Разберемся Не судьба Похоже Вот А потом С поправками За счет Эволюции Вот Ну что Давайте Начнем Пока Нас Не выгнали А поправки За счет Эволюции Это вот Всякие Типа Вот эти Игла Да правильно Да правильно Вот Хорошо Значит Вот наш Тензор МП на W меню МП на W меню Это Единица на 4P Одна Вторая Сумма Спаскину протона Протон Женет нуля Женет нуля Значит Вот Х Дальше Стоит Система Да Система Х Вот Вообще говоря Я ее разделю На две системы Вот Вот один Вот тот самый Кварк Который В портонной Модели Мы вытащили Да Вот Поскольку Эксперимент Там Хорошо Описывают Мы берем Один Кварк Вот А вот Эта Вот Система Будет Х С волной Вот Все Что Здесь Осталось Так То есть Фотон С этим Кварком Повзаимодействовал А эти Там Летят Так Остатки Протон Вот И один Кварк Это Жесткое Взаимодействие Он Куда-то Улетел А эти Летят Более Менее Вперед Все Вот Поэтому Тут Я напишу Х Волной Х Волной Вот Мы Один Партон Один Кварк Вытащили Тот С которым Фотон Про Взаимодействовал А Х Волной Все Остальное То Есть Х Это Окрест Вот Этого Ну П Ж Ж Вот Пиш На Х Волной Это Все Остальное Так Вот Я здесь Так И Пишу Значит Тут Так Так Тут Тогда Х Да Тут Соответственно Окрест Вот Этого Джета На Х Волной Х Волной А А Джета Протон 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 По Мнор С 24 Дельта Функция От П Плюс Ку П Плюс Ку Минус П С Волной Вот Это Вот Да И Минус П Ж Правильно Минус П С Волной Минус П Ж Д Но Это Соответственно Его Импульс Вот У него П Ж Так А Вот Тут П С Волной Это Импульс Вот Этого Оставка То То Что У Нас Раньше Было П Штрих Да Это Вот Две Структуры Вот Это Большая Структура Не Зна Что А Вот Это Вот Наш Отдельный Партон Который Произзаимодействовал С Партоном Вот Деро Икс С Волной Это Вот Для Этого Плотность Состояния Для Этого Мы Напишем Так же Как Писали Для Электрона То Это Д3 П Ж На 2 Е Ж На 2 П В Кубе Написали Отлично 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 Вот Дальше Вот Раньше Когда мы Рассматривали Один Партон У нас Как бы Когда мы Рассматривали Этот Икс Просто Да У нас Не было Ну вот В этом Иксе Вот Собственно Ажи И было Больше Ничего И не Было А теперь Раз Наш Икс Разбился На 2 Вот Но Вот Эти Вот А Мы Сразу Можем Спарить С Кусками Вот Этих Ж Да Вот И Написать Ответ Для Вот Этой По крайней Мере Части Спаривания Вот Я Значит Ну хорошо Спаривание Равно 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 Значит Так И еще Вот мы забыли Вот сюда Эку В квадрате Эку В квадрате Эку В квадрате Это вот Из этой вершины Да Из двух Вершин Коэссента Приток Четыре Пи В квадрате Пополам Сумма По спине Протона Значит Что здесь Будет Протон Вот Здесь будет Пси с чертой От нуля Вот Пси с чертой От нуля Дальше будет Гамма Мю И пси От нуля Пси от нуля Я вот с этим Оспарю И вытащу Его Потому что Это просто числа Будут За скобки Вот Значит Здесь у меня останется Пси с чертой От нуля Икс С волной А тут Будет Гамма Ню Вот это Вот Сумма Состояние Даст Вернее Вот Этот На этот Спиноры Пси с чертой Пси отсюда Пси с чертой Отсюда Дадут мне У На у с чертой Вот этого Пж Это импульс Его просто Со шляпой Да Так я и напишу Пж Со шляпой Дальше Тут будет Гамма Мю Вот И Этот Останется Пси от нуля В обкладках С волной И от нуля П Вот Си от нуля П Замечательно И вот эта Дельта функция Со всеми Интегрированиями Со всеми Интегрированиями Что касается Дельта функции Как я ее преобразую Значит Дельта функция Это не что иное Как Интеграл Дз 4з Да Е в степени И З На вот то Что внутри Ф плюс Q Минус П с волной Минус П Ж Вот D4z После чего Куда я это Засовываю Засуну я Это Вот смотрите Если Вот у меня есть Е в степени И Z П Так Вот сюда я Ставлю Е в степени И Z П Вот отсюда Вот сюда я Ставлю Е в степени Минус И Z П С волной Вот И тогда Это все будет Си С чертой От Z Помните Я это только что делал Вот в другом случае Вот Соответственно Вот этого не будет Вот этого не будет Останется вот эти две Вот Но После того как этих не стало У меня Другой зависимости От Импульса Вот этого Х Больше нигде нет Вот А тут у меня стоит D Ро Х С волной Вот И Этот Еще Ну вот этот Я его назову Др Ро П Житым Чтоб долго не писать Др Ро П Житым Вот Соответственно Так как у меня Больше никак Ничего не зависит От импульсов Х С волной Вот То Что я могу сделать У меня Остается вот такая Штука Это единица Тождественный оператор Вот Поэтому То есть я просуммировал По всем конечным состояниям Проинтегрировал В итоге Я получу следующее Я получу следующее Единица на 4P Деку в квадрате пополам Значит Сумма СП P П Псет Z Тут вот стоит Гамма Ню П Со шляпой Гамма Ню Гамма Мю Псет Нуля Псет Нуля Псет Нуля П Вот ДРО П Ж Интеграл Все что ли А Еще экспонента Е в степени Е в степени ИЗ На Q Минус П Ж ДРО Д4 Д4 Вот что такое Q Минус П Ж Это то что течет Здесь То есть у нас П Ж Это Ну вот Завука Это Q Плюс К Соответственно Q Минус П Ж Это Минус К Вот То есть Вот тут Минус К То есть Это фактически Тот самый Импульс Который мы Раньше Называли КСИП Когда Рассматривали Партонную Модель Да Вот Это вот этот Импульс Вот Что здесь Остается Что здесь Остается Так Трамп Арам Значит Вот Теперь Меня интересует F1 Я понимаю Что все остальное Будет мало Так или иначе Оно В F1 Будет Собираться Вот Меня интересует F1 Вот Чтобы получить F1 Я должен на минус G меню перпендикулярное Вот это помножить Так Свернуть Соответственно G меню перпендикулярное Минус Вот эта штука Гамма Ню Гамма ППЖ Со шляпой Со шляпой Гамма Ню Это Значит Получится Получится Ну во первых Если вы Без перпендикулярного Ж меню будете Сворачивать Это Минус 2 ПЖ Со шляпой Помните Там Тождества были Наверняка Их проходили Сверток Вот А если вы будете Значит Импульсы Н Вот сюда Подставлять То У вас Соответственно Вы ПЖ Сделаете Для ПЖ Судаковское Разложение Подставите сюда Возьмете Свертку Это делается Как сказать Прямолинейно Что называется Ответ Будет Следующий Ответ Будет Минус Хе-хе Я уже Ответ Очень сильно Таком Минус 2 По-моему Минус 2 ПЖ Плюс Гамма Минус Плюс ПЖ Минус Гамма Плюс Вот такой Будет Ответ Вот такой Ответ Так У меня Ответ Уже написан Для всего Понимаете Вот Ну Смотрим Я за общий Знак Не ручаюсь Значит Смотрим Так Вы понимаете Что я делаю Или уже Все нет Я потерялся На Правой Вот это Тут все нормально Еще Только один Я когда переписал Не видел Как вы Поменяли Ж на З Ж на Пси Пардон Какой Ж на Пси Ну вот У вас стоит В обкладках Внутри Обкладок А Ну что Такое Ж Ж Это Пси Счер И Бар Гамма И И Вот Вот это А Вот это Там стоит Окрест Вот в это Окрест Спаривается Вот с этим Пси Дает У Так С той стороны Будет У С чертой Это все Даст нам Пси Со шляпой Вот оно А вот Гамма Мю И Гамма Мю Которые Тут Стояли Это Рождение Вот Этого То есть Мы Разбили Наша Большой Икс На Икс Волной И Один Партон Так Один Кварк Вот Один Кварк Вот Вытащил Пси Из Вот Которые Там Внутри Глубоко Так Вот Оно Там И Осталось А вот Эта Пертурбативная Часть Мы ее Посчитали Значит И Свернули Вот Таким Образом Вот Хорошо Хорошо Свернули Значит Что Там Дальше Что Там Дальше Что Там Дальше Что Там Дальше Так Это Я все Рассказал Значит Вот Теперь Нужно Понять Значит Вот Что Какой Гамма Плюс И Гамма Минус Тут Есть То Это Н1 Со Шляпой Н2 Со Шляпой Да Вот Но П Импульс Протона Он У нас По Вектору Н1 Летел Это Это П Плюс Н1 Так Вот Соответственно Н1 Со Шляпой Это Гамма Минус То есть Вот Вот Этот Кусок Содержит Фактически Гамма Минус Он Пропорционален П Со Шляпой Так Вот Этот Кусок И Он На самом Деле Мал Потому Что Ну Это По Разному Можно Обсуждать Можно Просто Сказать Вот В портонной Модели Да В портонной Модели Вот Если Мы Вместо Вот Этого Мы Должны Написать Вот Эту Сумму Если Там Будет Стоять П Со Шляпой Ну Или Что То Импульс Протона То В портонной Модели Мы Просто Вот Эти Два Это У Нас Будут Кси П Со Шляпой Так Когда Мы Будем Брать След Это Будет П Квадрат П Квадрат Ноль Так Наши Кинематики Вот Поэтому Вклад Пропорциональный Пс-шляпой Он Подавлен Вот И я Соответственно Вот Этот Клад Убираю Оставляю Только Вот И Ответ Пишу И Ответ Пишу Пишу Ответ F1 Равно F1 Равно Значит Вот Равно Интеграл DZ Е степени Минус PZ На K K Это вот этот импульс Я говорил Значит Одна вторая Сумма Под спину протона Протон Пси с чертой Гамма плюс Ответ Пси от Нуля Протон Вот И тут вот Гамма Плюс На PG Минус Вот этот PG Минус Я вот Вынесу Это просто число Да Вот И еще у меня Интегрирование DRO PG Вот с ним Так Вот Что с ним Вот это Интегрирование Я уже говорил Что это Интеграл Дельта Вот ПЖ В квадрате D4 ПЖ Я могу его раскрыть Вот таким образом ПЖ в квадрате Это 2 ПЖ плюс ПЖ минус Минус ПЖ Вектор В квадрате В нашем Судаковском Разложении Значит Напоминаю Что ПЖ Это ПЖ Плюс Н1 Плюс ПЖ Минус Н2 Плюс ПЖ Перпендикулярное Вот Когда мы возводим В квадрат Н1 Квадрат 0 Н2 В квадрате 0 Будет их удвоенное Произведение 2 ПЖ Плюс ПЖ Минус Вот А этот Сам себе В квадрате Их удвоенное Произведение С ними Тоже нулей Вот я это Написал И если Соответственно В дельта Пункции В дельта Пункции Стоит Я Проинтегрирую Его По ПЖ Плюс Вот тут Вот Вот эту Дельта Функцию Я получу Д ПЖ Минус Д ПЖ Перпендикулярное На 2 ПЖ Минус Вот такой Пол Понимаете То есть раскрывать Можно его не только С энергией Там будет 2Е Можно раскрывать С П плюсом Или с П минусом Как бы Это как вам удобно Вот нам удобно Раскрыть с П минусом Чтобы Вот этот П минус Сократил Вот этот П минус Так Вот Сократил Вот этот П минус Вот я так и напишу Что вот тут будет стоять Интеграл Д ПЖ Минус Делить на 2 Интеграл Д2 ПЖ Перпендикулярное Вот А ПЖ Минус Вот с этим сокращу И все Очень хорошо Что теперь можно сделать Значит что теперь можно сделать Можно сделать вот что Можно писать так Ф1 равно Ф1 равно Вот тут у меня стоит К Поэтому я вот вместо ПЖ Перейду к переменной К Ну тут просто К нужно написать И все Сдвиг Да Сдвиг Это будет 1 Вторая Интеграл ДК Эта Перпендикулярная Это вот этот От 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 Что так Ф От Х К Кварка Вот где Ф От Х Кварка Кварка Это будет то Что вот осталось Это Интеграл ДК Минус Вот этот Тут интеграл Значит Так Заканчиваем Значит Что тут еще Есть хорошего Что-то еще есть хорошего Вот 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 этот интеграл ДК Минус Да Если Сейчас Сейчас Посмотрю Что я там Не взял Значит Дальше возьму Вот в чем Интеграл По ДК Минус Я возьму Это у меня Будет Фурье Вот тут Интеграл По ДК Минус Там стоит Е в степени Минус И З Плюс К Минус Вот здесь Да Вот По ДК Минус Я беру Интеграл У меня остается Дельта От З Плюс Так Дельта От З Я беру Интеграл По З Плюс Итого Останется интеграл Дз перпендикулярное Дз минус Е в степени минус И К К Плюс Значит З минус Плюс И Кз векторы Вот Кз векторы Ну а тут вот Е в квадрате заодно Кз векторы Вот это отсюда все что осталось А тут сумма Постину протона П Пси с чертой Гамма плюс Пси от нуля П Отлично Вот отлично Значит это Такой промежуточный ответ И я Вспоминаю что К плюс Это вот этот Который отсюда течет Он у меня Собственно В первой поправке Ну в портонной модели Это кси п Кси п плюс Ну вернее кси это Икс тот самый То есть вот тут Вместо к плюс Я Люди обычно пишут Икс к плюс Вот Вот И это все Наверное на сегодня Только назвать надо Что это Тихо 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 Сейчас проинтерпретирую Значит Значит вот смотрим Вот это f На самом деле это не все Вот это тут от z Тут от нуля Это калибровочная вариантная величина Ответ нет Она будет калибровочной вариантной Если мы в ней Напишем внутрь вильсенскую линию Это я в следующий раз сделаю Вот Вот это С вильсенской линией Ну Хорошо Значит Вот тут вот Что за z Вот тут Вот z это Z плюс Это 0 Есть z минус И z перпендикулярная Вот тут стоит Да А вот тут просто нули Значит Все от 0 Ну все компоненты нулей Поэтому вот сюда Надо будет воткнуть Вильсеновскую линию Типа П Е Да В разных точках Вот Поэтому Для калибровочной вариантности Мы ее выведем в следующий раз Вот Это будет минус О вернее Это будет от нуля До Z перпендикулярного Z минус вернее По световому конусу Без перпендикулярного Этого Значит D Там Ро А D Ро минус А плюс Вот ро Вот такая Вот После чего Вот это будет называться Ну С некоторыми тонкостями Я их не буду сейчас обсуждать Вот Вот это будет называться Функция Распределение Ну кварковая Кварковая функция Ну Зависящая от поперечного импульса По-английски Это называется CMZ Transverse Momentum Dependent Да Вот она Зависит от этого момента Вот Ну тут нужно Сунуть В хорошую Правильную Вильсенску лению Тогда это будет Калибровочная Вариантная Измеримая Величина Да Вот Вот А если Вы ее проинтегрировали По К Перпендикулярном Квадрате Получилось Собственно Вот Ну вот это F1 Да Но До куда вы можете Интегрировать Вы можете ее интегрировать До Квадрата Это ваш максимальный Масштаб в системе Вот Поэтому Вот Вот этот Интеграл Интеграл Когда вы ее Проинтегрируете По всем К Это все равно Что вы Фурье взяли Значит По К И это Кладет вам Z перпендикуляра Вот это вот Z вектор В ноль Вот Ну это все равно Что дельта От Z вектор Ноль Вот И у вас получается Значит Вот такая FQ От XQ В квадрате Это вот Этот интеграл Который есть Интеграл DZ минус DZ минус E в степени минус И X P плюс Z минус Значит Так Трем Трем Рэм Где я записал Красиво Значит P Ну Сумма По спину Одна Вторая Раз мы Непаляризованность Хочу Делаем И Чистой Вот Z минус 0 плюс Ноль Дельта Пендикулярная Плюс Вот тут вот Вильсоновская линия Вот я ее так напишу Z минус 0 минус На Сиат 0 Протон Вот Правильно Правильно Вот это называется То что называется PDF То есть Parton Distribution Function Функция Ну Партонная Функция Распределения Для кварка Вот Это ее Калибровочное Вариантное Определение Вот Это ее Калибровочное Вариантное Определение Вот Сейчас Секунду Я Все Крестенты Хочу Посмотреть Чтобы Не Вот Значит Так Я забыл 2P 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 Вроде И все Значит В чем ее Смысл вообще Да Вот тут Спрашивали Нас Про Про Число Партонов В протоне Вот смотрите Вот это Это Вильсиновская Линия Это P Экспонента Вот И поэтому Это Калибровочная Вариантная Величина Соответственно Вот в ней Есть Как кварки Так и глюоны Так Это некий Такой вот Конструкт Но Вот эта Вильсиновская линия Идет по световому Конусу По световому Конусу Мы это выведем По световому Конусу Соответственно Она выглядит Как Пэкспонента Значит Вот Зат Минус Там До нуля Наоборот От нуля До зат Минус Ноль Минус Зат Минус Д Ро Минус Соответственно Тут должно быть А плюс Ну Из скалярного произведения От Ро Минус Вот Если мы возьмем Калибровку Когда А плюс Равно Нулю То есть Светоконусная Калибровка А плюс Равно Ну Помните Мы выводили В калибровке Н На Равно Нулю Так Ну вот Возьмите Вместо Н Н2 В наших Обозначениях Это будет Вот эта Калибровка Соответственно В этой Калибровке Вот эта Вильсиновская Линия Равна Единице Так Равна Единице Вот То есть Ее вот тут Нет Вот И остаются Только Поля Кварков Эти поля Кварков Если их выразить Через оператора Рождения Уничтожения Вот Что вы на семинаре Сделаете То получится Следующее Получится Следующее Ээээ Где же Ты Вот Что Ф Ку Квадрате Это Единица На Два Ку Интеграл ДК Перпендикулярное Ну тут На Х СП Б Крест Вот ХП плюс К Перпендикулярное Ну Спин Какой-то Да Сумма Пояс Одна Вторая Спин Помножить На Б От ХП плюс К Перпендикулярное Спин Все Ну вот Коэффициент Проверить Надо Значит Что это Такое Вот это Оператор Числа Частиц Так У которых Доля Продольного Импульса Ну продольный Импульс ХП плюс Поперечный Импульс К И интеграем Мы все До Ку Квадрат То есть Ее смысл Вот этой Кварковой ПД Функции Распределения Какой? Он такой Мы берем Оператор числа Частиц Кварков Вот в этой Калибровке Когда плюс Равно нулю Да Вот И считаем Среднее По протонным Обкладкам Вот Ну это Вес Единицы на Х Обычный Вес Там Единицы на 2Е Там Есть Ну вот Он тут Х Встает Ну Х Можно сюда Написать Если мы Х Напишем То Ну Тут Не будет Вот То есть Это Среднее Соответственно Не среднее Число Число Партонов То есть Число Кварков С долей Продольного Импульса Х И поперечным Импульсом До Ку Квадрат Вот Такой У нее Смысл Вопросы Я чувствую Что сейчас Нас Выгонят Вот Если не выгонят Я могу Продолжить Вот Вопросы Вы там можете Но мы уже как-то Не можем Значит Что мы сегодня Разбирали Мы говорили Что ну вот Глубоко Неупругое Рассеяние Делаем Глубоко Неупругое Рассеяние Получаем Что сечение Зависит от Неких Двух Инвариантных Величин Там скажем F1 F2 F1 FL В портонной Модели Когда Кварки Партоны И они Спином Одна Вторая FL Вообще Ноль Ее нет Забыли Да Все Остается F1 Скажи Вот И Это F1 Можно выразить Как некий Интеграл По Вот Таким Вот Партонным Функциям Распределения PDF Вот Смысл Этих Партонных Функций Распределения Это Светоконусной Калибровки Так Это число Кварков С Продольным Импульсом Х Поперечным К До Ку Квадрата Ну До Куда Я Проинтегрирую Оттуда И будет Да Собственно По Ку Квадрат Мы будем Писать Уравнение Валют Как она Меняется При Изменении Ку Квадрата Вот То есть Это число Вот таких Частиц Там Теперь Брошен Немного Немного Объект Вот Дальше Что Еще Важно Вот Эта Штука Она От Ку Квадрат Она Ну Собственно Фактически Там Мало Зависит Да В кварковой Модели В Партонной Модели Она Вообще Там От Ку Квадрат Не Зависит Вот А Дальше В Кхд Она Зависит Будет Но Тем Не Менее Что Она Нам Дает Когда Мы Проинтегрировали По Всем Поперечным Импульсам Фактически Мы Сказали Что Ну Вот Она Зависит Только От Х Вот От Ку Квадрат На Мало Зависит Вот То Мы Смотрим Распределение Частиц Что Касается Но Эти pdf Вот Мы Тут Получили Как Интегрирование По Поперечным Импульсам От Вот Этих Штук Вот Которые Уже Так Это Я Вот Трамп Рам Который Я Писал Здесь Которая Зависела От К Поперечного Вот Ну Собственно Вот Я Вот Это Уберу Вот То Что Там Внутри Да Которая Зависела От К Поперечного Вот Который Назывался Зависит От Поперечного Значит Импульса Вот Если pdf Изучают Там Я Не Знаю Семидесятых Наверное Годов То Есть Их Померили Там Для Всех Хварков Там Для Глюона Там Все Все Чудесно Вот То Вот Эти Штуки Зависит От Поперечного Импульса Они Вот Сейчас Меряются Люди Про Вот Чем Они Хороши Вот Эти Дают Нам Одномерное Распределение Значит Составляющие Ну Партонов Кварки По Пикс Фактически Вот А вот Эти Дают Нам Уже Трехмерное По Поперечному Импульсу Тоже В глубоко Неупругом Рассеянии Когда Мы Инклюзивно Все Смотрим Мы Можем Фактически Померить Только Вот Это Но Если У нас Более Сложные Реакции Например Виртуальный Комптон Там Или еще Чего-то То Там Мы Можем Уже Вот Эти Вот Мерить Вот И Соответственно Находить Как Распределены Партоны Ну Уже Так Вот Трехмерненько Вот В чем Смысл Всего Этого Вот Вот Я не знаю Выводить Мне У Вот Эту Или Не Выводить А Еще Это Для Кварка Я написал Понятно Что Точно Такая Же Формула Есть Для Глюона Глюон В главном Порядке Тут Не Взаимодействует Но Написать Ее Можно Вот Она Будет Писаться Так же Тут Будет Глюонная Напряженность Глюонная Напряженность Между Ним Вильсоновской Линии Вот Ну И тут Вот Такая Же Значит Интегрирование Вот Это Будет Глюонная Функция Распределения И Опять Таки В калибровке Когда А плюс Равно Нулю Мы Можем Ее Будем Трактовать Как Число Глюонов Вот Такая Же Формула Будет Я Думаю Что Наверное Вам На Семинар Вот Так Смысл Понятен Этого Ну Примерно Понятен Да Чудесно Вопрос Есть Или Если Вы Не Хотите Выводить Вильсоновскую Линию Там Мы Разбежимся Давайте Надо Что Знать И Наверное Вопрос Стоять Давайте Вот Ну Я Мог Тут Где-то Там Если Это Все Упростить То По сути Выглядит Следующим Образом У нас Представим Себе Пусть Не Протон А Просто Есть Какая Система Какого-то Количества Связанных Собой Частиц У них Энергия Связи Какая Например Масса Протона Вот Так Мы Такие Говорим А давайте Частицы Нет Мы Все Равно Энергия Пренебегает Тогда У нас Это Просто Некий Ансамбль Вот Эти Самые Частицы Не важно Взаимодействуя Или Нет Вот Получается Тогда Вот Эти Самые Партоны Единственная Некая Новость В данном Случай Она В том Что Ну Даже Ну Как Что Несмотря На То Что Мы Пренебрегаем Взаимодействие Вот Эти Маски Протонов То Число Частиц В нашем Протоне Оно С ним И Невозможно Сказать Протоним Всего Треклара Вот Это Единственная Какая То есть Если Я Не знаю Святая Состояние Электрон С позитрона Да И Бил По нему Батонами С такими Контрепными Электронами Позитрона Святая Состояние Не Не Состояние Вот это Ваш Когда Вот это Электрон С позитроном Который В нем Очень много Разных частиц Но Вероятность Найти Соответственно Вот эту Это Вон Сколько Зарядов Тут Нужно Посчитать Когда У нас Заряд Сильный В протоне Так На Энергиях Вот Характерных Для протона То Вот Добавление Каждого Нового Заряда Особо Нам Не Не Уменьшает Ничего Поэтому Число Частиц У нас Велико Но Оно Вот Вот Эта Вот Штука На самом Деле Вот У нас Провзаимодействовал Пусть Это Протон Вот У нас Провзаимодействовал Фотон С Вот Это Оно С Нашим Икс С С Волной Вот Вот Но Мы Понимаем Что Как Бы У нас Есть Вот Такие Поправки У нас Есть Вот Такие Поправки Вот У нас Вообще Греется Вот Такие Поправки Поправок Много Вот Эти Поправки Мы Будем Считать Вот Эти Поправки Фактически Поправки Это Взаимодействие Между Поправки Между Поправками Между Пожи И Иксом Они Все Они Немало Правильно Жи да Дело Вот В чем Вот Эта Штука Которая Вот Здесь ПДФ Которая Она Вот Смотрите Мы Можем Скать Ку Квадрат Вот Мы Можем Написать Уравнение Эволюции На Ку Квадрат Мы Напишем Значит Теперь Если Ку Квадрат Велико Ну Хорошо Когда Ку Изменение Ку Квадрат Чуть Чуть Там Ну На Больших Ку Квадрат Мы Можем Посчитать Все Пертурбативно Когда Вот Ку Квадрат Становится Достаточно Малым Так То Все Вот Этот Матерный Элемент Не считается Вообще Пертурбативно Вот Поэтому Смысл Нахождения Вот Этих Ф Ку Квадрат Следующий Ф От Х Ку Квадрат Мы Говорим Мы Напишем Некое Уравнение Эволюции На Ф Ку Квадрат Которая Будет Нам Как Уравнение Калнасти Мальчика Д Тихо Тихо Под Логарифм Ку Квадрат Давать Нам Чего То Там Вот Но Для Него Нужны Начальные Условия Если Мы Хотим Для Нужны Начальные Условия При Каких То Малых Ку Квадрат Которые Мы Не Можем Сосчитать Оно Должно Измеряться На Эксперименте Грубо говоря Это Не Пертурбативная Область Вот Поэтому Там Мы Должны Просто Измерить Эти Ф Вот А потом С помощью Уравнения Ренорм Группы Пересчитывать Их На Большие Ку Квадрат Грубо говоря Вот В глубоко Неупругом Сечении Это Само Рассеяние Вы Находите Эти ПДФ Да А потом Их Вставляете В сечение Какое Другое Там Процесс Дрелая Чуть Что угодно Да Вот И там У вас Другой Масштаб Ку Квадрат Но Вы Говорите Я знаю Уравнение Эволюции Я знаю Начальные Условия Начальные Условия Грубо говоря Я померил На Клубоко Неупругом Рассеянии И я С помощью Уравнения Эволюции От них Найду Свои Ф В Процессе Дрелая Вот Ну Все Таки Взаимодействие В смысле Еще раз Взаимодействие Между Партонами Ну Как Нет Вот Я же Сказал Что Есть Поправки Петлевые Вот Такого Типа Нет Это Поправки Которые Дадут Это Уравнение Есть Вот Такие Поправки Что Это Такое Это Вот Этот Партон Летит Себе На Световом Конусе Взаимодействует С полями Вот Это Это Вот Эта Весенская Линия Определяет Нам Взаимодействие С Остатками То Есть Взаимодействие С Остатками Взаимодействия В конечном Состоянии Вот Тут То Есть Остатками Протона Х Волной Это И есть Вот Эта Вильсиновская Линия Вот Она Со всеми Тут Взаимодействует Она Она Взаимодействие Поскольку Иначе Некалибровочный Вариантный Объект Получится Это Цветной Объект Улетел Тогда Получится Это Не Бывает Так Не Понятно Что Он Не Может Ведеть Вот Вот За Взаимодействие С Остатками Отвечает Вот Это У Вильсиновской Линии Еще Раз И Но Мы Можем Выбрать Такую Калибровку Когда Вот Мы Это Подавили Вот И Тогда У нас Есть Вероятность На Интерпретация И То То Судя По Всему Когда Мы На Следующей Лекции Будем Считать Вот Число Глion В В В Нет Мы Будем Говорить Что Посчитать Ну Хорошо Раз У Это Измеримые Величины Все Так То То Есть Они Будут Калибровочно Независимы Но Значит Если Вы Правильно Их Определите То Вот Это Калибровочно Вариантная Величина Да Как Ее Можно Считать Вот Какие Нибудь Так Скать Поправки К ней Можно Считать В Калибровке Когда А плюс Равно Нулю Когда Вельсиновской Линии Нет Так Но Тогда Это Все Пропагаторы Будут Вот В Этой Калибровке А Можно Считать Феймановской Калибровки В Какой Нибудь Да Тогда Вельсиновская Линия Там Будет Вот Но Пропагаторы Будут Феймановские Обычные Наши Стандартные Вот Поэтому Это Вопрос Так Сказать Как Вам Удобнее Считать Вот Но Интерпретация Я еще раз Говорю Вероятность На интерпретации Как число Частиц Она Справедлива Вот В этой Калибровке А В другой Калибровке У вас Там Это Не Кварки А Кварки Намешанные С Фотонами Этими Самыми Глеонами То есть Вот Это Вполне Себе Там Есть Еще Вопрос Если Нет Вопросов Все Вопрос 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 Вопрос